Друзья, всем привет! Вы знаете, как я много работаю. И на моем канале вы можете увидеть тот нелегкий труд, который я проделываю на протяжении очень долгого времени. С первого, несколько лет назад я уехал в Южную Корею, чтобы заработать большую сумму денег. Да, не побоюсь этого слова. Потому что зачем тогда ехать работать? Совсем недавно я открыл для себя новое направление. Я уехал в Израиль, чтобы продолжить зарабатывать и открыть новую для себя страну, куда я могу отправляться после Южной Кореи, в Израиль. И было очень нелегко в последнее время. Я очень много путешествовал, много перелетов, много переездов. Не всегда это был легкий труд. Очень много тяжелой работы, по 12, по 14 часов. Но цена этого труда... Новенький Хонда Везель. Я уже говорил, что я работал очень долгое время в Южной Корее. и заработал неплохую сумму денег. И сейчас бы я хотел вам поделиться предысторией именно покупки этого автомобиля, как все происходило. В общем, я приехал с Южной Кореи, с неплохой суммой денег. И в этот момент... А, как получилось? Я выбирал себе между Хонда Инсайд или Фит, который гибридный. Примерно цена вопроса была около 700 тысяч рублей. Я вот реально был заинтересован этими машинами. Но в тот кон, по-моему, была битва за хайп. Может, раньше, может, позже. Ну, что-то такое. Была битва за хайп. И мне понравилась очень одна компания, которая привезла именно... Вот что-то такое. Хонда Везель там на максималке. Короче, очень жирная комплектация. И этой компании удалось привезти за очень адекватные деньги автомобиль. И я так подумал, либо какой-то Фит покупать за 700 тысяч, либо уже купить чуть ли не джип. Там, ну, и на природу можно съездить и так далее. Вот. И выбор пал. Я прям влюбился в эту машину. Выбор, очевидно, пал на покупку. И чуть-чуть больше надо было заработать. Около там 300, 350, 400 тысяч. Но зато это будет вот такая машина, а не Фит. Все, я посмотрел все выпуски. Это, получается, организовывал местный блогер. И эта компания победила в битве за хайп. Соответственно, все мои ожидания оправдались. Ну, что не зря я топил за эту компанию в этой битве. И именно к ним я и обратился за помощью. Потому что они привезли ту машину, которая мне и нужна была. Вот. Но у меня была очень сложная ситуация. У меня не хватало денег. Но я знал, что я могу их достать. Вот. Я обратился в компанию, чтобы мне сделали автоподбор. Примерно обрисовали моменты, что около там миллион, миллион сто будет машина стоить. Я говорю, что я могу оставить предоплату, если нужно. У меня есть сумма. А потом, там, либо там в банке быстрый займ займем. Ну, короче, как-то так. Вот. Ну, все равно компания пошла мне на уступки. И я им внес предоплату, там, около 15 тысяч. Или как это? За договор, короче. 15 тысяч занес. Вот. И начались торги. Спустя какое-то время, когда я уже дал свое согласие. То есть, пока я не соглашался. Я думал же, где мне найти деньги. И в этот кон я принимаю решение улететь в Израиль, чтобы заработать. Вот. Как раз недостающую сумму денег. Мне рассказал мой знакомый, что я могу, в принципе, за 3 месяца заработать 300 тысяч наликом и увезти их. Вот. Поэтому я недолго думаю. Купил билеты, полетел в Израиль. И пока я там работал. Я работал, короче, на заводе. Работал 12 часов. Представляете, работал 12 часов. В это время успевал сделать какие-то манипуляции по поводу машины. То есть, отвечать на сообщения. Разница во времени была 7 часов. То есть, я работал с 7 до 7. С 7 вечера до 7 утра. С 7 утра только Владивосток просыпался и мне отправлял варианты. Я быстро эти варианты просматривал и ложился спать. В итоге, примерно через месяц торгов, мы где-то месяц торговались, потому что я хотел очень хороший вариант. И еще и за низкую цену. Вот. И все получилось. Мне присылают уведомление, что мы купили машину. Машина стоит, вот эта машина стоит всего лишь миллион пятьдесят тысяч. Миллион пятьдесят. Охренеть. Рыночная стоимость вот именно этой машины около миллиона двухсот пятидесяти тысяч. Вот реально я сейчас на рынок выставлю. Миллион двести пятьдесят. С торгов миллион двести ее заберут. Потому что это полная комплектация. Подогревы всех сидений. Там в круг автоматические подъемы этих зеркал, регулировка фар. Короче, там, ну вот загуглите какая-то, я не помню, L-комплектация максимальная. Вот самый жир. Стоп, стоп, стоп. Давайте лучше посмотрим. Honda Vezel в максимальной комплектации Z-Packet. Оснащен гибридной установкой. Если переключить в спорт режим, то подключается двигатель без использования батареи и загорается красная подсветка. При отключении спорт режима синяя. Внутри черный салон с комбинированной кожей. Машина снабжена современными технологиями. Система активного торможения в городе. Функция автоматического торможения. Функция подавления преждевременного старта. Система старт-стоп. Подрулевые лепестки переключения передач. Автосвет. Автоматический стеклоочиститель. У водителя регулировка задних зеркал и автоподъемники всех стекол. Стильная центральная консоль с удобным переключением передач. При включении заднего хода зеркало заднего вида опускается. При включении скорости поднимается автоматически. Из допфишек автомобиля это ионизация воздуха. Подогрев лобового стекла, боковых зеркал и заднего стекла. Двухзонный климат-контроль с автоуправлением, сенсором. У водителя и пассажира можно регулировать температуру отдельно. А можно и синхронизировать работу. Подогревы передних сидений в двух режимах. В дополнении к L-комплектации кнопки подогрева лобового стеклоуведомления о близости автомобиля, выключатель курсовой устойчивости и кнопка эконом-режима. Мультируль с кнопкой круиз-контроля. Удобные переключатели на руле для выставления информации на табло, расходе топлива, запаса хода и так далее. Удобное управление бортовым дисплеем, кнопками на руле. Вот, мне вообще просто повезло. Еще японец, японец красавчик, короче, он закинул мне колеса в подарок. Четыре колеса и еще вон эту хрень не снял. То есть, короче, вот эта штука еще 30-ку стоит, и колеса около 30-ти. Там новый протектор. Блин, мне, короче, вообще нереально повезло. И действительно, я считаю, что эта компания, молодцы, что помогли мне купить такой автомобиль, потому что если бы я поехал на «Зеленку», меня бы там реально кинули. Я потому что варианты смотрел, хотел уже покупать за миллион сто, но думаю, нет, попробуй через компанию. Вот. И как получилось? Я был в это время в Израиле, заработал около 150 тысяч на тот момент, когда мне сказали, что мы купили машину. Моя мама 700 тысяч рублей, которые у меня были, она в эту компанию перевела, а 150 тысяч я ей скинул. Но там, короче, из-за того, что были новогодние праздники, получается, машина шла из Японии около полтора месяца. Вот. И благодаря этому, как ни странно, благодаря этому мне удалось собрать нужную сумму. Еще я там плюс чуть-чуть занял. Прилетел. А у меня к этому времени как раз в Израиле заканчивалось безвизовый режим. Там 10 дней плюс-минус. Все, я прилетаю. Деньги уже перечислены. И я прям сразу чуть ли там не через 10 дней забираю эту малышку. Когда прилетаю, забираю эту малышку. Сейчас, короче, едем на СВХ забирать мою машину. Мне компания разрешила тоже, ну, на минималках принять участие там, посмотреть. И я вот договорился с сотрудником, чтобы он с моей камерой там чуть-чуть потихо там поснимал. Вот, поэтому, на, посмотрим, что получится. Я теперь исташка! Друзья, я знаю, что очень много видео отзывов есть. И очень много слухов. И говорят очень много людей, что нереально заработать в другой стране. Что это страшно. Что это непонятно. Что вообще не стоит туда ехать. Но это мой личный пример. В 22 года заработать на свой собственный автомобиль. Мне кажется, если я смог, значит сможете и вы. Просто нужно начать. И сделать первый шаг это можно с помощью моего канала. Переходите на мои видео. И просто хотя бы посмотрите, как можно зарабатывать в другой стране. Я рассказываю и про работу, и про то, какие вакансии есть. И про как отправиться на работу. Какие документы нужны. И сколько денег вы можете заработать. Поэтому, друзья, переходите на мои видео и смотрите их. Ну, а сейчас я вам хочу показать все-таки эту компанию. Потому что парни сделали свою работу. Я снимаю этот ролик, чтобы показать вам, ну, типа, мои ощущения, мои эмоции. И, ну, как бы мне не поблагодарить их. Вы, наверное, знаете эту компанию. Потому что, ну, реально, это номер один компания во Владивостоке. И свое звание, наверное, они неспроста держат. А сейчас поедем поблагодарим пацанов за это. Смотрите, какая у них, короче, крутая вывеска, вход. Я не знаю, как это назвать. Охрененный дизайн. Я сейчас хочу прям... Ну, не знаю, и будет ли руководить, или не будет. Вообще, по идее, я, насколько понял, всегда на месте, на своем. Вот. И я надеюсь, что мне повезло просто сейчас уже 2 часа, наверное, обед. Ну, не знаю, короче, еще плюс. Не знаю, можно ли там вообще снимать. Ну, если они в битве за хайп участвовали, там, все это открыто, и компания открыта, то, я думаю, 100% разрешат. Ну, ладно, если вдруг все получится, то я окажусь там. В общем, мне разрешили немножко моментов снять рабочих. И это руководитель компании Дмитрий. Всем привет. Хотел вас просто прийти и поблагодарить за то, что у вас работают консультанты Владислав, который мне помог сделать этот автоподбор, или как это называется. У нас, например, Влада, еще много кто работает, но его, к сожалению, нет. Ну, просто я сразу на него вышел. И хотел спасибо ему сказать за то, что он сейчас здесь? Нет, нет, он в больнице, к сожалению. Короче, вы можете тогда ему передать, если это возможно, либо может он увидит этот ролик. 100% увидит, вы же нам скинете его. Что я работал с 12 часов, ну, 12 часов с 7 до 7, и в этот промежуток времени, когда мне нужно было ложиться спать, он отправлял мне заявки, потому что в другой момент я либо сплю, либо работаю. Вот, только в этот момент я его очень сильно попросил. Я не знаю, как он это все успевал делать, потому что, наверное, у него, помимо меня, очень много клиентов. Ну, в общем, благодаря ему, наверное, мы все-таки смогли это все сделать и подобрать машину. И хотел бы еще сказать вам спасибо за то, что мы купили автомобиль, который дешевле рынка вышел. Меня это очень сильно радует, не знаю, потому что я заходил на дром. И, ну, вот, если бы, да, у меня вот сейчас были наличные деньги, я бы поехал во Владивосток купить не в компании какой-нибудь, да, а просто вот у людей, которые занимаются этим на авторынке, то там, наверное, тысяч на сто дороже бы мне такая машина бы встала. Поэтому я очень рад и, блин, ну, вы реально, мне, получается, сто тысяч сэкономили. Ну, так вышло. Не всегда так получается, но если получается, то, как бы, так и есть. Там просто у меня, ну, мне как объяснили, там, типа, дефекты есть по кузову, и поэтому цена будет ниже, чем если он идеальный будет. Но вы о них знали, правильно? Ну, конечно, мне все это рассказали. Ну, я изначально и хотел себе R-ку, чтобы там где-то битая была замена запчастей, вот, поэтому у меня не было такого, там, 4-5 баллов, там, идеальное состояние. Еще, кстати, я хотел, я видел, что вы выиграли кубок. Просто Иван Килин, я смотрю его блоги, и он подарил вам кубок, вот их бы хотел увидеть. У вас кубок просто, я сейчас так смотрю, нету кубка. Интересно было бы посмотреть. Здесь, там, вот здесь. Вот здесь. Смотрите, какой большой битва за хайп, вот, битва за хайп. Вот благодаря вот Ивану Килину, а потом благодаря битве за хайп, я узнал вообще о том, что можно привезти автомобиль с Японии, и намного дешевле, чем если это делать, ой, через, ну, там, перекупов, или как они там называются. У вас тут еще куча добра помимо кубка стоит. Какого? А, кстати, у меня вот тоже такое. Это получается, у вас все вот это договора? Потому что мне тоже в таком же. Автомобили на выдачу. Блин. Смотрите, как компания работает, столько договоров. Это все сейчас на стоянке находится, это живые машины, а не здесь. В общем, спасибо большое, немного волнуюсь, потому что не каждый день такая встреча. Ко мне тоже не каждый день с камерой приходят. Вот, поэтому спасибо большое за то, что разрешили. Спасибо вам большое. Уже второй раз. Все, совсем уже. Ну ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok